Эти выборы отличаются от предыдущих. Они происходят во время пандемии. Тем не менее, электорат активен. Председатель Народной партии Казахстана Айхен Коныров одним из первых прибыл на избирательный участок. Народная партия Казахстана провела достаточную работу для того, чтобы привлечь достаточное количество избирателей и проголосовать за нас. Свой выбор сегодня сделал и первый заместитель председателя партии Нуратан Бауржан Байбек. Он проголосовал на избирательном участке номер 115 в столице. Здесь зарегистрировано 3592 избирателя. «Каждые выборы – это большой опыт для партии. Большая компания симулирует работу политических организаций и решает большие проблемы». Об этом заявил председатель партии АУЛ Али Бектаев, который пришёл на избирательный участок и проголосовал. «Каждый избиратель сделал свой выбор по зову сердца. Мы надеемся, что надежды, связанные с нашей партией АУЛ, оправдаются. Провели большую предвыборную работу». Председатель партии АХЖОЛ сделал свой выбор на избирательном участке номер 122. Азад Пюраша призвал население к активности. Голос каждого казахстанца будет очень важен для будущего нашей страны. «Мы в первую очередь надеемся, что эти выборы будут честными и справедливыми». Особенность этих выборов в том, что в них участвуют в основном молодые люди. За короткое время они смогли проявить себя во всех сферах. Свой голос отдал и председатель партии АХЖОЛ. «Это выборы с большими перспективами. Мы ожидаем хороших результатов после этих выборов. Мы празднуем 30-летие нашей независимости. Одна из радостей – то, что наша молодежь грамотна. Главное, чтобы у них было чувство патриотизма». В выборах в МАЖЖОЛИС участвовали пять партий. Их порядок в бюллетенях зависел от результатов жеребьевки. Первой в списке идет Народная партия Казахстана, второй – Нур-Отан, третий – АОЛ, за ней следует АКЖОЛ и АДАЛ соответственно. На всеобщих выборах партии выдвинули 312 кандидатов в МАЖЖОЛИС. Из них 222 мужчины и 90 женщин. Самому молодому кандидату – 25 лет, самому старшему – 70 лет. Стоит отметить, что выборы в МАЖЖОЛИС проходят в седьмой раз в истории страны.